Привет! Собака, конечно, лучший друг человека, но только если человек не преступник, а собака не аргентинский док или неаполитанский мастиф. Поверь, этих приятелей лучше не злить, и сегодня мы покажем тебе почему. Поехали! Кан и Корса От такого монстра точно не убежит даже самый проворный злоумышленник. Просто посмотри, как безжалостно Кан и Корса впивается в руку неприятеля. Что ж, неудивительно, предками этих защитников были древнеримские собаки-гладиаторы. Но как таких чудовищ вообще умудряются заводить в качестве домашних животных? Секрет, как всегда, в правильной дрессировке. Если Кан и Корса как следует воспитать, он никогда не нападет без причины. Тем не менее, в некоторых странах разведение этой собаки ограничено или вообще запрещено. Например, на Бермудах. Кангал Знакомься, вот она, собака с самым мощным укусом в мире. А если Кангал встанет на задние лапы, то имеет все шансы быть выше собственного хозяина. Да, справиться с украшением такого зверя точно сможет не каждый. Вот сорвется такой с поводка, и что ты будешь сделать? Один его оскал работает лучше любой охранной системы. Во времена древнего Вавилона этих собак брали охотиться на львов и лошадей. А сегодня в Турции это сторожевой пес номер один. В некоторых африканских странах кангалов вообще используют для защиты скота от гепардов. А вот на территории Дании, например, такого друга не заведешь, не позволяет закон. Аксарайский молоклы Этот дружище – ближайший родственник Кангала, только еще крупнее. Но в сочетании с экипировкой железных цепей, он выглядит, честно говоря, грознее любой собаки-баскривилий. Аргентинский док От этого пса милосердия ждать не стоит. Если преступник окажется с ним один на один, то может не надеяться даже на чудо. И не давай этому виляющему хвосту тебя обмануть. Аргентинский док атакует молниеносно и идет до конца. Не зря все-таки эта мускулистая собака была изначально выведена для охоты на диких пум. Как и любую бойцовую собаку, аргентинского дога нужно долго и тщательно воспитывать. Но, увы, даже при дрессировке этот пес не всегда способен рассчитать собственную силу. Так что позволять такой собаке играть с детьми или другими животными – не очень хорошая идея. Статистика говорит сама за себя. Эта порода запрещена к разведению в куче европейских стран, в том числе Великобритании, Испании и Норвегии. Ротвейлер Римские императоры не просто так любили брать этих собак в завоевательные походы. При виде такой свирепой пасти даже самый хладнокровный противник наверняка поежится от страха. А эти накачанные лапы видел? Многие посетители тренажерного зала позавидуют. Несмотря на всю свою свирепость и готовность моментально реагировать на угрозы, эти собаки в душе всю жизнь остаются озорными щенками. Сам посмотри, в какой искренний восторг взрослый ротвейлер способен прийти от обычного шланга с водой. Тем не менее, Катар, Израиль и Малайзию с таким другом не посетишь. Там порода вне закона. Канарский док Силы челюстей этого великана достаточно, чтобы сколько угодно висеть в воздухе, уцепившись лишь за рука в противника. Учитывая, что весит эта махина килограммов 60, становится по-настоящему страшно. Кстати, во второй половине прошлого века эту породу активно привлекали к собачьим боям. Ты вообще представляешь, как выглядит поединок сразу двух таких зверюк? Как хорошо, что сегодня эти увеселения уже давно запрещены. Да и само разведение канарского дога считается нелегальным в некоторых штатах США, а еще в Австралии и Италии. А знаешь почему? Он не только удивительно вынослив и силен, этот пес еще и почти не чувствует боли. А значит в любом поединке готов по-настоящему идти до конца. Американский бандок Этот пес способен буквально на все, даже бягать по стенам. Такая собака вряд ли будет таскать тебе тапочки и мячик. Скорее принесет в зубах обидчика. Еще бы, американские заводчики годами выводили ее, мечтая создать идеального цепного пса. И не закончили до сих пор. Но, кажется, ребята на правильном пути, согласись. Есть, правда, одна проблема. Хоть бандоги и поддаются дрессировке и хорошо уживаются с людьми, с другими животными их лучше не селить. Эти псы ужасно ревнивы по отношению к своим хозяевам и конкуренции не потерпят. Эй, кто там посмел подойти к моему человеку? Неудивительно, что в Румынии и Швейцарии из разведения этих собак можно вообще попасть за решетку. Неаполитанский мастиф Давай по-честному. Красавцами этих псов не назовешь. Это, кстати, не просто наше субъективное мнение. Пару лет назад представительница этой породы даже получила звание самой некрасивой собаки в мире. Однако множество кожных складок на морде неаполитанского мастифа имеет свое предназначение. Они служат чем-то вроде естественных доспехов в бою с противником. В деле охраны с неаполитанским мастифом мало кто может посоперничать, но он может быть опасен и для хозяев, особенно при неправильном воспитании и при близком контакте с детьми. Так что власти Сингапура, Румынии и нескольких американских штатов решили все-таки запретить на своей территории его разведение. Родезийский риджбек Так, а этот приятель в модных очках что здесь делает? Кажется, мы что-то немного напутали. А если так, этот пес уже не кажется таким уж безобидным. Родезийские риджбеки действительно очень мускулистые и выносливые. В африканских странах их часто возят на сафари, потому что небольшая группа из таких зверей легко способна завалить целого льва. А вот дома эти собаки игривы и пощенячьи добродушны. Впрочем, на Бермудских островах содержание таких псов все же запретили. Может, потому что на флаге герби этих островов изображен лев? Питбуль Вне всяких сомнений, Питбуль – самая известная в мире бойцовая собака. Ну еще бы, эти челюсти и мускулы никого не оставят равнодушным. Очевидно, из-за них же Питбулей запрещено разводить в Австралии, Колумбии, Малайзии, Новой Зеландии и еще десятки других стран. В некоторых местах их вообще считают холодным оружием. Впрочем, когда Питбули делают вот так, об этом как-то сразу забываешь. Свою свирепость Питбуль унаследовал от бульдогов, а вот и гривость – от староанглийских терьеров. Так что в каком-то смысле эти собаки – пример сочетания несовместимого. Бельгийская овчарка Черт, мы не завидуем этому парню. Какой же выдержкой нужно обладать, чтобы согласиться быть боксерской грушей для свора свирябых псов? Хватка у них что надо, причем с самого детства. Стоп, а чем же бельгийская овчарка отличается от немецкой? Да, на первый взгляд они практически одинаковы, но бельгийский вариант обладает более легкими костями, а значит, большей проворностью, а еще более быстрой реакцией. Короче, отличная собака, да еще и прекрасно ладит с детьми. Правда, на Бермудах тоже запрещена. Может, тот, кто отвечает там за законы, просто страдает кинофобией? Доберман Как думаешь, где нельзя разводить эту собаку? Ну, конечно же, на Бермудах. А еще в Малайзии и Катаре. Доберманы действительно очень сильные собаки и отличные сотрудники полиции. Во времена Второй мировой они даже служили в американской морской пехоте. Однако в кругу семьи доберманы предпочитают тратить силы на игры в мяч и прочие собачьи развлечения. Немецкий боксер Честно говоря, после этого видео боксеров сложновато воспринимать серьезно. А стоит. Ведь не просто же так их используют как охранников, спасателей, телохранителей, посыльных и поводырей. Кстати, название этой породы связано с поведением боксера во время драки. Да, он наносит противнику удары лапами, прямо как спортсмены на ринге. Еще один интересный факт. Псы этой породы обладают универсальной группой крови, поэтому часто бывают донорами. Особенной опасности они не представляют, если, конечно, боксера правильно воспитать. Но в Катаре его на всякий случай запретили. Немецкий дог Это не только отличные защитники жилища, но еще и рекордсмены. Немецкие доги считаются самыми высокими собаками в мире. В среднем рост кобеля составляет 80 сантиметров. Но вот этот великан будет явно побольше. Все верно. Его звали Гигантский Джордж. И он был обладателем премии Книги рекордов Гиннеса. Когда этот дружище вставал на задние лапы, его рост доходил до 2 метров 20 сантиметров. Вообще эти собаки почти не агрессивны. Для того, чтобы они решительно и молниеносно нападали на чужака, их нужно специально выдрессировать. Зато немецкий дог не очень хорошо осознает свои размеры. Представляешь, что с тобой будет, если он с разбегу кинется тебе на шею? Наверное, поэтому в Катаре эту породу тоже не жалуют. Бультерьер Да, этот приятель куда меньше, чем многие из собак в этом ролике. Но поверь, он бы смело посоревновался с ними за звание самого яростного пса. Посмотри сам, что Бультерьер творит с обидчиками своего хозяина. А еще какие у него каменные челюсти. Даже не верится, что это он же весело играет с водичкой. Однако, будь уверен, в нужный момент Бультерьер будет готов пожертвовать жизнью ради твоего спасения. Известны даже случаи, когда пес этой породы терпел несколько огнестрельных ранений подряд, но не разжимал укус на теле неприятеля. Запрещен по традиции на Бермудах и некоторых других странах, вроде Катара и Израиля. Тосаину Больше века назад японцы решили. Нам нужна собственная бойцовская порода собак. Так и появился Тосаину, которого тут же принялись использовать в собачьих поединках. И если почти во всем мире такой вид развлечения давно запрещен, то в Японии он процветает до сих пор. Радует одно – организаторы тщательно следят за тем, чтобы во время шоу никто из псов не пострадал. Отсюда и вытекает главный недостаток этой породы – они генетически не приспособлены жить под одной крышей с другими собаками. Впрочем, с детьми ее тоже лучше не оставлять. Именно поэтому список стран, где владение Тосаину находится под строжайшим запретом, можно продолжать долго. Норвегия, Франция, Италия, Израиль, Австралия. В общем, понятно, кто сегодня взял первое место в нашем рейтинге. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете! Субтитры подогнал «Симон»!